Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о Кубке России по футболу. И сосредоточимся на ответном матче финала пути РПЛ. «Зенит» будет принимать с АСК. Очередная битва санкт-петербуржцев и армейцев, очередная игра между этими коллективами, которые, наверное, друг другу надоели. Все-таки слишком много в этом сезоне встреч между данными клубами. Тут и Суперкубок, да, я понимаю, что он относится к прошлому сезону, но формально он был после летней паузы, поэтому все это было совсем недавно. И чемпионат, и Кубок, в общем, такое ощущение, как будто мы наблюдаем такую затянувшуюся серию плей-офф КХЛ, либо Единой лиги ВТБ, которую, вот знаете, как масло по хлебу размазали на весь сезон. Ну и вообще хотелось бы отметить, что эта встреча может казаться достаточно скучной, унылой и осторожной, потому что обе команды, ну, скажем так, сейчас находятся в сложной ситуации. Обе команды испытывают проблемы с созданием опасных моментов и креативом, и я допускаю, что здесь встреча может вообще закончиться со счетом 0-0, что здесь будет мало опасных моментов, и что в итоге все ищется в серии пенальти. То есть нейтральные зрители, возможно, будут разочарованы этой встречей, но при этом эта игра может стать достаточно интересной для футбольных гурманов, которые любят изучать футбольную тактику. Это во-первых. Во-вторых, но все-таки эта встреча может стать, вполне возможно, судьбоносной для обоих коллективов. Для Федотова и ЦСКА это последний шанс взять трофей. У Зенита ситуация несколько иная. Они как раз сейчас, наверное, больше сосредоточены на чемпионате России, и золотая гонка, где они потеряли первое место на днях, где Динамо вышло вперед, это задача номер один для Симака. И поэтому я не исключаю, что Зенит, возможно, в кубке сыграет не самым основным составом. Но тем не менее, для Зенита кубок тоже может стать спасательным кругом и может стать вот таким спасением для Симака, если он на случай потери чемпионства возьмет хотя бы кубок России. Поэтому здесь встреча может стать судьбоносной для двух коллективов и для двух тренеров. Так что давайте разберем этот матч поподробнее и обсудим у кого какие плюсы-минусы и чего нам ждать от этой встречи. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где я регулярно делюсь своим мнением о российском и зарубежном футболе. А еще иногда я там высказываюсь о хоккее, о кино, о сериалах, да и много о чем еще. Плюс к этому там же вы можете получить очень приятный подарок от наших друзей из компании Пари, которые предлагают вам фрибайтов 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал. Там вы получите все инструкции и с их помощью получите тот самый подарок. В общем, не затеряйтесь, парни. Ну и вообще, проходите на мой телеграм-канал, там много всего интересного. Ну а мы сейчас давайте поболтаем о делах насущных, о матче Зенит-ЦСК. Итак, я рискну предположить, что все-таки Зенит, наверное, в рамках домашней встречи будет смотреть с фаворитом, поэтому пока что запишем санкт-петербуржцев, фавориты этой игры. А значит, начнем с ЦСК и с их преимуществ. Во-первых, обе команды сейчас подошли к этому матчу на фоне кризиса, но я считаю, что кризис Зенита несколько запущенней. Да, у ЦСК плохие результаты, но у Зенита они еще хуже. Поэтому здесь ЦСК, ну чисто по-футбольному, сейчас выглядит несколько лучше. Второй важный нюанс, то, что в последних двух встречах, которые были вот буквально недавно, в рамках противостояния Зенита и ЦСК, ЦСК сыграл в ничью и добился победы. То есть результаты, прям скажем, впечатляющие. Особенно победа на выезде в чемпионате, в матче против Зенита, где Зенит играл всеми лучшими игроками на своем поле и в итоге уступил. То есть здесь этот фактор также учитываю. Учитываем и то, что Зенит вполне возможно сыграет здесь не самой основной обоймой. Вот это сложная дилемма для Симака, потому что, с одной стороны, кубок тоже важен, особенно когда осталось пара матчей до трофея, особенно когда Балтика в финале, который кажется однозначным андердогом. И когда, в общем-то, побеждаешь ЦСК дома, и ты очевиднейший фаворит в финале, и кубок, и трофей, ну, почти что в кармане, как многие считают. Хотя тут всякое может произойти, но тем не менее. То есть здесь соблазн бросит лучшие силы, в том числе и на кубок, он, конечно, имеется. Но мы должны понимать, что тогда ведущие исполнители могут еще больше устать. И в последних двух матчах чемпионской гонки и российского чемпионата все это может аукнуться команде Симака. Так что здесь я допускаю вариант, что Зенит вновь сыграет смешанной обоймой. Но даже если выйдет основная, у ЦСК все равно будут определенные преимущества, определенные козыря на отдельно взятых позициях. Например, вратарская. Здесь, причем неважно, кто выйдет, Акинфеев или Тороп, оба очень хороши, оба по-своему интересны, оба великолепны в этом сезоне, на мой взгляд. Да, есть, конечно, свои помарки, но Тороп для своего возраста и Акинфеев, кстати, тоже для своего возраста играет просто великолепно. У Зенита такой вратарской бригады нет. Также отметим атакующую группу. Да, понятное дело, что у Зенита есть Клаудиньо, у Зенита есть другие футболисты, но, я не знаю, Артур нестабилен, Педро еще нестабильный, молодой и ранний. Мостовой по нему тоже куча вопросов. То есть, группа поддержки у Кассира не самая лучшая. У Зенита сильнее центр нападения в лице Кассира, да, но вот вторая линия атаки сильнее у ЦСКА, где есть Чалов, который зачастую действует под Заболотным, где есть Файзулаев, Давила, Обликов может здесь появиться и все остальные. В общем, в этой ситуации, мне кажется, у ЦСКА здесь будет определенный перевес. Ну и оборона. Оборона Зенита сейчас слишком проблемная. У ЦСКА, конечно, своих косяков тоже хватает, но в больших, важных матчах защита ЦСКА, выстроенная Федотовым, всегда показывает очень качественную игру. И, кстати, да, противостояние Федотова и Симака. На мой взгляд, Федотов проводит не самый лучший сезон, но, опять же, в больших встречах, в том числе в матчах против Зенита, Федотов вновь показывает себя блестяще, именно так, как мы и привыкли, что Федотов себя показывает. Как опытный тактик, как хороший специалист, который умеет блокировать сильные стороны соперника. Поэтому здесь, в этом противостоянии, Федотов смотрится опасно. Ну и вообще, стиль игры ЦСКА, оборонительный, защитный, он, на мой взгляд, является преимуществом для армейского клуба, потому что у Зенита часто возникают трудности именно с такими соперниками. И здесь, на выезде против Зенита, ну, ЦСКА, скорее всего, сыграет сугубо от обороны, и это будет их плюсом. В случае чего ЦСКА может и до серии пенальти дотянуть, где у них тоже, скорее всего, будет преимущество, потому что их вратарии, ну, они объективно сильнее зенитовские. Ну, а что касается Зенита. Зенита играет дома, это важно, психологически и все остальное. У Зенита есть перевес на многих позициях. Во-первых, фланги с возвращением Дугласа Сантоса, они вновь стали невероятно опасными. Во-вторых, центр поля. У ЦСКА хорошее середина поля, но Бариос, Винделла и все остальные, это по масштабнее, поинтереснее. Центр нападения, как я сказал, в лице Кассьеры. Ну и, конечно, глубина состава. Больше вариативности, больше игроков, больше вариантов усилиться во втором тайме. При этом, как я уже отметил, не исключено, что Зенит сыграет здесь смешанной обоймой, что обнулит многие плюсы Зенита. Но это, как говорится, поживем увидим. Кстати, фактор смешанной обоймы и то, что Зенит здесь непредсказуем, это тоже плюс. Как будет играть ЦСКА, в каком составе они выйдут, мы плюс-минус понимаем. А вот что ждать от Зенита, это загадочка. И вот здесь, если Зенит сыграет не самая оптимальная подборка исполнителей, это будет для них минус, понятное дело, потому что многие звезды просидят этот матч на скамейке запасных. Но это внесет и элемент нестабильности и непредсказуемости. Для ЦСКА Федотову будет сложнее подготовиться к такому матчу и прочитать игру Зенита. Также отметим, что Зенит опытнее, что у Зенита, наверное, все-таки несколько лучше физуха, потому что у ЦСКА, ну, ЦСКА уже несколько недель играет примерно одной и той же обоймы, и видно, что команда просто чудовищно устала. У Зенита тоже проблемы с физикой есть, но у ЦСКА, на мой взгляд, они запущеннее, потому что в рамках Кубка и Чемпионата они один и тот же состав использовали. А у Зенита была какая-никакая ротация. Поэтому сейчас, чисто теоретически, мне кажется, у Зенита должно сохраниться больше сил и больше возможностей для того, чтобы здесь провести изнурительный кубковый матч. Ну и, в конце концов, у Зенита чисто психологически всегда есть преимущество многолетнего чемпиона, команды, которая в решающие моменты всегда может показать себя. И сейчас у них решающий момент, в принципе, возможно, для всего вот этого проекта Зенита. У них на носу финальные решающие матчи Кубка России, два финала в рамках Чемпионата России, два финала, два тура, где нужно только побеждать. И поэтому сейчас они либо покажут себя в этом варианте состава, либо, вполне возможно, летом пойдет перестройка. Так что сейчас для Зенита, как я уже сказал, судьбоносный момент. И в этот судьбоносный момент, возможно, они и должны проявить себя как следует. В общем, ждем большого футбола.